Доброе утро, дорогие друзья! Рад приветствовать всех, кто собрался в столь ранний час у экранов своих телевизоров. Сегодня на календаре 31 октября и встречает с вами этот новый день Павел Михно. Как всегда, у меня для вас подготовлены самые интересные новости и факты. Это программа Фрэш Новости и мы начинаем. 13 градусов и коротковременные дожди ожидаются сегодня на Гомельщине. Ветер будет юго-восточного направления скоростью до 6 метров в секунду. А вот свидетелями уникальных природных явлений стали жители Гомельщины в 2004 году. Тогда температура воздуха поднялась до 16,6 градусов Цельсия. Не менее удивил 1956 год, когда температура воздуха опустилась до отметки минус 11,1 градуса Цельсия. Выставка «Шагай, ровесник! Дерзай, ровесник!» К столетию со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи открылась в Музее истории города Гомеля. Экспозиция насчитывает около полусотни предметов, которые отражают комсомольское прошлое. Комсомол во времена Советского Союза имел колоссальное влияние во всех сферах жизни – промышленности и экономики, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте и организации досуга. По мнению экспертов, одной из главных заслуг Комсомола стало освоение методики реализации молодежных инициатив. В каком году появилась комсомольская организация в Гомеле? Какие проблемы волновали молодежь? На эти и другие вопросы ответит выставка «Шагай, ровесник! Дерзай, ровесник!». Она будет доступна для посещения до 18 ноября. Воркаут-площадка откроется сегодня в Гомеле. Новый объект появится на территории средней школы номер 45. Строительство воркаут-площадки проходило в рамках реализации инициативы «Рух дворовых гульнов» проекта БелМед в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси. Воркаут – это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитием силы и выносливости. Для школьников Гомеля в период осенних каникул будет действовать акция. В маршрутках можно ездить по предъявлению фликера. Об этом сообщила Гомельская областная госавтоинспекция. Она проведет профилактическую акцию «Фликер вместо проездного». К слову, акция распространяется только на учащихся первых-четвертых классов и направлена на обеспечение безопасности детей и подростков в темное время суток. В Гомеле в октябре проходят информационно-образовательные акции по профилактике болезней системы кровообращения. Уже сегодня медработники ждут вас с 13.30 до 15.30 в магазине «Соседи» по адресу улица Черноморская, 13. Всем желающим специалисты измерят артериальное давление и дадут индивидуальные консультации по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, здоровому питанию и достаточной двигательной активности. Кроме того, можно будет рассчитать индекс массы тела и научиться правильно измерять давление самостоятельно. Библиотека филиал номер 2 города Гомеля приглашает на фотовыставку Марины Башуровой «Гомель. История одной прогулки». Марина Башурова – поэтесса, прозаик и журналист. Она считает, что счастье состоит из мелочей. И чтобы заметить его, иногда нужно просто остановиться и посмотреть вокруг. Поэтесса передает свое ощущение города и окружающих нас привычных предметов не только через стихи, но и через объектив фотокамеры. Выставка продлится по 18 ноября. Вход свободный. Французу в преклонном возрасте пришла в голову весьма необычная и странная идея – пересечь Атлантику в бочке. На путешествии он вдохновился, прочтя книгу Алена Бомбара «За бортом по своей воле». Его транспорт может перемещаться только за счет силы ветра и морских течений. В путешествии на волнах он пробудет три месяца. Согласно плану француза, бочковидное судно должно проделать путь в 5000 километров между Канарскими островами и Карибским бассейном. Бочка энтузиаста-мореплавателя оснащена маленьким иллюминатором, а наверху широким квадратным люком. В салоне имеется кровать и компактная кухня, спутниковый телефон и электронный маяк. Энергию судно будет получать за счет установленных солнечных батарей в верхней части. Генетики из университета Британской Колумбии узнали истинное месторождение шоколада. Оказалось, что родиной этого лакомства является Эквадор. Многочисленные исследования показали, что жители верхней части Амазонии начали собирать плоды шоколада на 1500 лет раньше предков ацтеков. Из этого следует, что культура применения какао популяризировалась с юга на север, из Эквадора в сторону Мексики. При помощи 3D-принтера итальянцы напечатали жилой дом площадью 20 квадратных метров. Жилье было создано из грунта, соломы, рисовой шелухи и извести. Все ингредиенты были смешаны и разбавлены водой для получения однородной массы. Фундамент, состоящий из трех слоев бетона, также вышел из 3D-принтера. Процесс постройки занял 10 дней и стоил 1000 долларов. Теперь итальянские разработчики уверены, что созданный прототип поможет в будущем решить проблемы с жильем во многих развивающихся странах. Ученые из США провели исследование и пришли к выводу, что употребление яблок и томатов восстанавливает легочную систему. Данные продукты необходимо есть 2-3 раза в день. Это значительно снизит темпы дисфункции легких. Отмечается, что подобный эффект наблюдается только при употреблении свежих овощей и фруктов. Ученые рассказали, что ежевика не просто очень вкусный продукт, но и очень полезный. Как заявили специалисты, ягода обладает рядом полезных свойств, которые хорошо влияют на организм. Ежевика в чистом виде заставляет работать желудочно-кишечный тракт. Дело в том, что ягода богата на клетчатку и полиолы. О пользе клетчатки говорят давно, а вот о втором ферменте говорят реже. Однако полиолы – сахарный спирт, который образуют углеводы. А эти углеводы обладают специфическим, но полезным химическим составом. Благодаря таким характеристикам ежевика и помогает при вздутии живота. Но также стоит отметить тот факт, что эту ягоду можно употреблять в пищу людям больным сахарным диабетом. Потому что углеводы, которые содержатся в этой ягоде, усваиваются крайне медленно и не способствуют резкому скачку сахара. Проведя исследования, международная команда ученых смогла установить, в каком месяце рождается большее количество успешных школьников. На основе тестов, в которых приняли участие дети от 6 до 15 лет, ученые выявили закономерность, что большим успехом обладают сентябрьские дети. Рождение в первый месяц осени делает их самыми старшими в классе, поэтому они имеют небольшое преимущество. Ежегодно 31 октября, начиная с 2014 года, отмечается Всемирный день городов. Надо сказать, этот международный праздник посвящен одному из величайших и самых сложных творений человечества. Согласно данным ООН, к 2050 году более 60% населения планеты будут являться городскими жителями. Для справки, на начало 20 века таковых было 2%. Каждый день города мира пополняются почти на 180 тысяч человек. Несмотря на усилия ООН по разработке и внедрению программ, направленных на улучшение качества жизни горожан, сегодня сохраняются многочисленные формы бедности, растет неравенство и деградация окружающей среды. Все эти факторы заставляют мировое сообщество наращивать и координировать свои дальнейшие усилия для обеспечения устойчивого развития городских и других населенных пунктов. Как обустроить жилое пространство, чтобы в доме было уютно и экологично? Об этом пойдет сегодня разговор в программе «Добрый вечер, Гомель». Смотрите нашу передачу сегодня на «Беларусь 4» в 20 часов 25 минут. Также ищите нашу группу «Добрый вечер, Гомель» ВКонтакте и присоединяйтесь к нам в Вайбер по телефону «Плюс» 375-33-34-22-430. Я, Павел Михнов, желаю вам продуктивного дня. Оставайтесь свежими и бодрыми, и вам обязательно улыбнется удача. Субтитры подогнал «Симон»!